Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко Ключевой темой станет выполнение 28 союзных программ Они практически завершены И по этому поводу на Госсовесе ожидается доклад правительств По словам госсекретаря, программы вывели отношения Беларуси-России на принципиально новый уровень Приоритетный вопрос выполнения союзных программ Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем Разговор будет серьезный, принципиальный Тем более, что накануне мы с Владимиром Владимировичем приведем переговоры Так называемые, даже один на один в формате, не в узком составе Обсудим принципиальные вопросы Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена Мы прямо на заседании Высшего Госсовета внесем такие предложения Ну, хотелось бы услышать, как постоянный комитет к этому готов Как проводить будем, какие особенности, может быть, надо принимать какие-то решения Трудности, сложности в этом плане, что у нас На предстоящем заседании должны выступить министры иностранных дел Они доложат о внешней политике На повестке также экономика, наука и технологии В Союзном государстве собираются провести инвентаризацию собственности И подумать над механизмами привлечения в бюджет дополнительных финансовых ресурсов Есть предложения по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта Намеренное в Союзе считаться и с ростом рынка искусственного интеллекта Очередным этапом интеграционного взаимодействия стран Станет проект документа о новом трехлетнем периоде реализации положений договора О создании союзного государства Его вынесут на утверждение президентов Стороны будут работать над реализацией основных положений союзного договора И прикладной задачей будет реализация того плана Который по тем предложениям, которые подготовлены правительством Будут утверждать вице-премьеры Это позволяет более оперативно отвлекаться на вызовы времени На ту ситуацию, в том числе в рамках хозяйственной жизни наших стран С тем, чтобы вносить те коррективы, которые мы не могли вносить Когда были 28 союзных программ, утверждены как стратегический документ Есть предложение учредить медаль за заслуги в развитии союзного государства Идею на госсовете могут поддержать президенты Также готов проект постановления о создании единой медиакомпании союзного государства Компетентность и патриотизм каждого из белорусских дипломатов имеют особое значение И именно сейчас, когда по всему миру борьба за умы людей, рынки и ресурсы Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы С профессиональным праздником Отметил их важную и почетную миссию Представляя Отечество профессионально отстаивать национальные интересы Прежде всего, реальными достижениями и важными внешнеполитическими инициативами Сегодня дипломатов требуется большая ответственность За порученный участок и ориентация на конкретный результат Президент выразил уверенность в том, что они и впредь будут делать все Для укрепления авторитета белорусского государства на международной арене Развитие торговых и гуманитарных связей Выстраивая отношения с зарубежными партнерами на принципах равенства и справедливости Заботясь о благе своей страны и ее жителей Россия ждет от мирового сообщества адекватной реакции на события в Донбассе Воскресный обстрел со стороны ВСУ Москва назвала варварским терактом И сегодня экстренно созывает заседание Совбезоон В Донецке траур люди несут цветы к месту трагедии Накануне украинская армия нанесла комбинированные удары Были цели направлены по гражданскому населению В выходной день в самый час пик по рынку и магазинам Погибли 28 мирных жителей, еще 30 в больнице Решение украинских властей ударить по Донецку Осудили в Организации Объединенных Наций Никаких осуждений не последовало от так называемых союзников Киева Хотя вчерашний обстрел стал самым массированным и кровопролитным на Донбассе за десятилетия Переговоры по газе в тупике по вине Израиля пишут мировые СМИ Конфликт на Ближнем Востоке сегодня обсудят в Брюсселе На заседании глав МИДа в стран Евросоюза Больше суток не прекращаются бомбардировки жилых кварталов Хан Юниса С начала эскалации конфликта погибших уже свыше 25 тысяч Зачистка анклава продолжается В регионе гуманитарная катастрофа Люди едва выживают в руинах без воды и еды При этом Тель-Авив утвердил план по заморозке финансов для газа Деньги нельзя будет перевезти даже через третьи страны Премьер Нитаниаху заявляет о том, что Израиль ничто не остановит Хамас в обмен на освобождение наших похищенных требует окончания войны Вывода наших сил из газы, освобождение всех убийц и насильников Если мы согласимся на это, наши воины пали напрасно Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных Тогда как следующее, 7 октября, будет лишь вопросом времени Я не готов смириться с таким фатальным ударом безопасности Израиля Поэтому мы на это не согласимся Условия, поставленные Хамас, подчеркивают простую истину Ничто не заменит победу Только полная победа обеспечит ликвидацию Хамас И возвращение всех наших похищенных За прекращение огня на Ближнем Востоке Манифестации по всему миру Тысячи людей в Брюсселе требуют принять жесткие меры против Израиля По их мнению, Бельгия должна выступить с инициативой Введения эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву Применить экономические санкции на уровне Евросоюза Неспокойные столицы Йемена Более миллиона жителей собрались на антиамериканскую демонстрацию Выставки, презентации, экскурсии Национальная академия наук проводит неделю открытых дверей Акция ко дню белорусской науки Которая отмечается в последнее воскресенье января Уже сегодня все желающие могут посетить научные учреждения Не только в столице, но и в других городах Экскурс по достижениям современности Археологическим находкам Все самые интересные ученые расскажут Также в школах и вузах Пройдут встречи со школьниками и студентами Также традиционно ко дню белорусской науки Называют ученого года Лучшим по итогам 23-го Стал Владимир Азаренко Отмечен его личный вклад в развитие Агроинженерной науки Продолжение следует... Продолжение следует...